Всем привет! Сегодня мы приехали в Рим, Италию. Мы сейчас находимся в аэропорту Фуэмичино. Да. Да, это международный аэропорт, большой такой. Вот, мы сейчас идём в третий терминал, чтобы сесть на поезд в город. Вот, расскажем вам, где тут находится этот поезд. Виболе, Италия! Начинаются наши римские, а потом тосканские каникулы. Да, здесь ещё в аэропорту и в общественном транспорте не надо носить маску, поэтому мы в масках. Вот тут вот даже рекламу показывают. 32 минуты на экспрессе Леонардо в центр без остановок. Здесь вот показывают прямо на мониторе расписания поездов. Здесь есть, которые идут до центра Рима. Они все Леонардо. Это безостановочные поезда. Стоят, в общем, 14 евро. Мы сейчас подойдём к автомату. Отсюда идти 8 минут показывают по карте где-то. Здесь вот, выйдя из терминала 1, нужно повернуть направо и подойти к лифтам на второй этаж. Когда поднимешься на второй этаж, там пройти ещё до поезда. Тут, короче, прямо напротив третьего терминала вход на поезд. Идём на поезд. Смотрим, какие там поезда. Вот так выглядит автомат по покупке билетов. Мы думали поехать на регионале, более дешёвом, потому что нам ближе до отеля было бы до Погео, но... Рома-Терминия? Да, Рома-Терминия. Но так как в Италии отменили нам поезд до Погео региональный, поэтому мы едем на быстром поезде за 14. А, вот ты нам предлагаешь, смотри, с пересадкой... Не, нам с пересадкой не подходит. Да, на Леонардо-экспресс за 14 евро, потому что это самый быстрый способ нам добраться до отеля. Так, тут есть английский язык. Мы едем до Рома-Терминия, потому что это самый быстрый способ сейчас добраться в центр. Интерфейс плохой, не могу добавить второго человека. Вот так вот выглядит поезд. Здесь кондиционер такой вот. Ну, не суперкрутой и скоростной, но экспресс, без остановок. Первая дверь почему-то не работает у них. Запрещено, честно. А, и другая дверь не работает. Нет, вот здесь уже работает. Значит, в первую дверь нельзя заходить, а надо входить в дальние двери. Не знаю, почему так сделано, чтобы, может быть, толкучки не было, когда много самолетов прилетает. Очень странно. Ну, ладно, сейчас через минуту уже отправляемся. Вот мы приехали на центральный вокзал Рима. Рома Термини. За него все это 32 минуты, и он немного опоздал. Ну, Италия, понимаете. Вот. В общем, сейчас пойдем либо на метро, ну, короче, еще нам минут 15 добираться на метро до нашего отеля и там пешочком идти. В общем, покажем, что мы тут увидим. Много машин, много людей. В общем, тут у вокзала статуя Папы Римского. Ну, правильно, мы же в Риме, Папа Римский. Вот. И тут большой автобусный терминал, получается. Здесь можно и на метро пересесть, и на автобус сесть в любое место, куда тебе нужно. И вот тут такой вот музей. Римский Сторий или, я не знаю, музей Национале Романо. Ну, да, в общем... Мы обещаем, что где-то через 5 дней мы уже заговорим. Ну, попытаемся, короче. Вот, очень много машин, да. Но мы идем дальше. Так, наша первая станция в какой-то забегаловке. Мы просто были очень голодны. Первые попавшиеся сели, просто в буфете на 10 евро. Можно взять сколько угодно, там всякие разные еды. Вот мы взяли и по винчику. Вино очень вкусное. Ну, может быть, это мне кажется, потому что я вот... приятно с цветами, там, я не знаю. Вот. Вот мы сидели в кафе напротив вот такой вот красоты со львами, фонтанами. Вон оно называется Кафе Орландо. Вкусно кормят готовая еда. Машины припаркованы в два ряда. Ну, это, наверное, типичная история. Пешеходный переход, который нужно пойти, чтобы они остановились, иначе они не остановятся. Ну, и вот тут, короче, сразу выходишь, и как бы шум большого города, и красота. Вот тут продают, как сувенир, календарь с сотрудниками этой церкви. С самыми симпатичными сотрудниками церкви. Ну, мусора, конечно, здесь хватает тоже. Вот тут рядом с такой красотой такой забросанный мусор, и пакеты с мусором стоят. Пустились в метро. Поездка на 100 минут стоит евро 50. Это очень дешево, да, бюджетно. За 100 минут можно далеко доехать, и два билета 3 евро стоило. Ну, метро у них какое-то темное, видите, здесь яркий свет, монитор какой-то, а вон там прям темнота. Ну, не очень комфортно себя чувствуешь, но в принципе... Да, через 2 минут приедет поезд. А покажи карточки. Они как в старом московском метро, где они с дырочкой, надо вставлять стрелочкой. Раньше такие были в московском метро. Здесь до сих пор такие используются, и прямо такой же тип автомата.